Значит, уважаемые родители, сегодня я вам покажу новую для вас технику массажа, массаж медовый. Это массаж очень специфический и применяется он, в принципе, для лечения проблем, связанных с внутренними органами, особенно хорошо для лечения проблем бронхолегочной системы, кашлей, воспалений легких, различных бронхоэктосических состояний, застоев. Кстати, у лечения кашля курильщика, ну так, для интереса, он тоже хорошо применяется. В отличие от других видов массажа, которые, в принципе, вы можете освоить сами, медовый массаж достаточно сложен, хотя кажется, на первый взгляд, очень простой метод, но дело все в том, что правильный медовый массаж включает в себя не просто массаж области, как бы рефлексогенных зон, но и биоэнергетику, поэтому очень важно правильная постановка руки, правильные действия и правильный антураж, который сдаётся вокруг него. Значит, мы выбираем небольшую область, скажем, да, область примерно с ладони. Значит, помимо меда у нас присутствует тазик с горячей водой и два полотенчика, одно будет сухое, второе мы потом намочим. Значит, техника массажа осуществляется движением не только ладони, здесь важно не сколько втирать мед, сколько в момент отрыва, и когда мы опускаем руку, вся полностью биоэнергетика, энергетическая сила специалиста, она как раз вот и осуществляет непосредственно проникновение, и с помощью этого мы осуществляем доставку меда в те зоны, которые являются проблемными. Значит, набираем, наливаем очень небольшую площадь, занимаем сейчас, покажем площадь, которая обладает ладонь, занимает, больше не надо. Дальше мы втираем, и дальше происходит очень определенная вещь. Медовый массаж делается очень мощно и очень недолго. Вот, не, так скажем, да, детей от экрана убираете, вот, чтобы они не пугались. Вот мы делаем движение, вот в момент соприкосновения руки и тела, мы посылаем энергетический импут. Сейчас, чтобы мне нормально делать, я не должен говорить, потому что это тратится энергия. Энергия. И дальше мы идем по нарастающей. Вот, теперь мы переходим к так называемым водным процедурам. Я опускаю полотенце в очень горячую воду, так, чтобы можно было отжать, не надо обжигать. Чуть-чуть она охладится. Несколько минут, чтобы не обжечь, критерий – это ваши руки, чтобы вы могли отжать, и тогда не будет ожога. И дальше мы осуществляем водные процедуры. То есть смываем мед горячей водой, одномоментно осуществляем массажные движения. То есть тело чистое, мед впитался и остался на поверхности. И дальше этим полотенцем накрываем место, чтобы сохранить тепло. Таким образом мы осуществили проникновение в одну сторону. Сейчас мы это повторим в другой части бронхов. Вот здесь. Ну терпим и живо. Терпим и терпим. Делаем все то же самое, достаточно симметрично, потому что в данном случае мы лечим проблемы бронхов, называемую бронхоэктотическую болезнь, где бронхи расширены, там скапливается мокрота, вызывается постоянный кашель, тяжело дышать, и проникновение меда туда помогает с одной стороны мокроту разжижать, с другой стороны осуществлять чисто лечебные эффекты. Вот здесь рука идет. Вот это массаж не очень недолгий, но суть заключается именно в скорости подъема руки. А опускается она непосредственно под силой тяжести. И дальше мы осуществляем проникновение тепла, согреваем, делаем массаж мышц, они становятся мягкими, они становятся податливыми. Очень удобно в этом отношении. Сохраняем тепло, это можно полотенчика оставить, или теплую какую-то ткань можно оставить на достаточно долгое время. И следующий момент, который желательно делать, просим пациента подвинуться вперед так, чтобы свисало еще дальше. Свисало и дальше мы осуществляем мероприятие, которое называется бронходренаж. То есть от поясницы к плечам мы осуществляем резкие движения, которые позволяют... Можно делать параллельно, можно делать односторонние, которые позволяют усилить отток мокроты для очищения бронхов. Вот если вы будете делать человека, который курит, то посмотрите, что находится в его бронхах. Кстати, будет выходить черная густая такая жидкость, густая густое вещество, которое содержит смола. Это то, что есть в бронхах курильщиков. Поэтому лишний раз подумайте, а стоит ли портить свои бронхи и свои легкие. Можно еще раз осуществить такие движения. Очень хорошо так лечатся такие заболевания, как воспаление легких, бронхиты. Причем бронхиты, не только в которых выделяется мокрота, но и сухие. Вот после этого мокрота будет выходить, она будет булькать. Даже можно вызвать у ребенка такое вот, типа что-то рвоты, чтобы он все дело выкашлил. Ложку туда, в корню языка, и он начинает откашливаться. И вот чтобы все это вычистилось, дыхание практически сразу восстанавливается, становится мягким, приятным и так далее. Вот вы познакомились сегодня с новым видом массажа. Спасибо за внимание и будьте здоровы!